Из Каргаска до Нового Васюгана впервые за четверть века можно будет добраться на самолете. Решение о возобновлении регулярного авиасообщения принял губернатор. Пробный вылет в самое отдаленное село Каргасокского района глава региона совершил лично. На месте он предложил местным жителям самостоятельно определиться, какое количество рейсов им необходимо. Виталий Степкин с подробностями. Поздравляю. Очень рады. Сколько лет стали? 24 года. 24 года, да. Все, ваше поручение выполнено. Площадка готова к Каргаске. Проверено на себе. На первом рейсе из Каргаска в Новый Васюган прилетел губернатор. Именно по инициативе Сергея Жвачкина полет возобновили спустя четверть века. Взлетно-посадочную полосу в селе еще с советских времен поддерживают в хорошем состоянии. С этого месяца один раз в неделю на нее планируют приземляться самолеты Ан-28, когда именно решат сами жители. Билеты оказались не такими дешевыми, поэтому глава региона принял решение о субсидировании рейса. 260 километров от Нового Васюгана до Каргаска самолет преодолевает за 50 минут. С учетом областной скидки перелет будет стоить 5000 рублей. Расстояние от Каргаска до Томска 460 километров. Полтора часа лету обойдутся в 2000. Сегодня все с опаской спрашивали, а что будем летать по мере накопления? Никто не верит, что это действительно регулярный рейс. Действительно регулярный рейс, во-первых. Во-вторых, сколько раз в неделю, зависит от жителей, будут летать. Надо будет два рейса в неделю, надо будет три, будет три. Если будет полная загрузка, значит, сегодня пока этот рейс выполняется Новый Васюган-Каргасок, Каргасок-Томск. Но если будет полная загрузка, мы с авиакомпанией договорились, что напрямую будет летать в Томск. Для Нового Васюганца в поездке в Каргасок и Томск неотъемлемая часть жизни. Зимой селяния дырайцентра добираются только по зимнику. Летом по воде и на вертолете. Стоимость билета на вертушку, которая летает всего один раз в неделю, для большинства неподъемная – 8 тысяч рублей. Ездим через Александровское на Каргасок, на восходе. Бывает на пароме, кто подешевле, что там можно было доехать. Там вагончик стоит, и вот за полторы тысячи доезжаешь до Каргаска. Ну и там, естественно. Но на все же время надо. А здесь больницу, если срочно надо, в Томск, допустим, сел. Человек больной напрямую долетел. Это удобно вообще. Еще в прошлом году после успешных переговоров с авиакомпанией «Сила» возродились рейсы до Каргаска. Правда, позже перелеты пришлось временно приостановить. Как рассказал директор компании-перевозчиков, в дело вмешалась политика. Самолеты марки «Ан» выпускает и отвечает за их технодзор крупнейшее авиационное предприятие Украины «Антонов». Пока у нас с ними все замечательно складывается. Они полны желания с нами работать. Но есть какие-то политические силы, которые всячески эти процессы затягивают. Поэтому возникают трудности. Возрождение Томской малой авиации – одна из приоритетных задач, которую ставит перед собой своей командой глава региона. Мы идем дальше. У нас в перспективе, не хочу сегодня пока говорить, но у нас в перспективе еще два-три направления, которые, я не сомневаюсь, мы с вами также будем стоять на взлетной полосе на следующий год. И на следующий год, даже думаю, возможно и два направления мы с вами новых откроем. И этим самым практически все, что было в Советском Союзе по малой авиации, мы в ближайшие годы должны перекрыть. Самолет Ан-28 рассчитан на 15 пассажиров. Авиакомпания готова увеличить частоту перелетов, если на них будет спрос.